МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Независимо от времен года, в этой мастерской всегда цветут цветы. Домашки, нарциссы, тюльпаны, розы, цветы на любой вкус. Всю эту красоту создает мастерица Эльвира Рамазанова. Здравствуйте! Здравствуйте! Эльвира Рамазанова выросла в семье художников. С детства видела красоту в обычном, а со временем и сама ее стала создавать. По профессии она педагог-художник. Идет в ногу со временем. В своем творчестве использует совершенно разные материалы. Начинала с национальной марийской вышивки, а сейчас она мастер по полимерной глине. Но до глины лепила из соленого теста. Например, сохранилась одна из работ из соленого теста. Это портрет моего папы. Папа у меня увлекается рыбалкой, хотя он художник. Вот портрет такого рыбака. Ему, конечно, уже лет 6, 7 или 8 даже. Поэтому он немножко пострадал. Но тем не менее сохранился. Да, тем не менее сохранился. И, по сути, почему я отошла от соленого теста, потому что более хрупкий материал, чем полимерная глина. Подушки, выполненные по ковровой технике, вкусные печенюшки, плюшевые игрушки и невероятные, как настоящие цветочные композиции и аксессуары. Все они сделаны из полимерной глины. Пришла к этому ремеслу Эльвира случайно. Уж очень неусидчивый был ее младший сын. 6 лет назад глина только появлялась в России. Ее приходилось заказывать в интернет-магазинах. Материал интересный. Я на тот момент занималась со своим младшим сыном. Так как он у меня был очень неусидчивый, его нужно было сажать и моторику мелкую развивать. И вот благодаря вот этой мелкой моторике мы привили вот эту усидчивость. Он лучше стал запоминать стихи, хотя на тот момент он к 6 годам не мог запомнить огню борту, уронили мешку на пол. И вот, видимо, именно вот эта моторика помогла нам развить способность запоминать те же самые стихи, например, какие-то сложные рассказы в дальнейшем. Не каждый мальчик согласится вышивать. Это во-первых. А с полимерной глиной все-таки любому ребенку это интересно. И мальчики, и девочки, они абсолютно все как бы могут позволить себе... Ну, не стыдно им, например, тому же мальчику не стыдно будет показать свою работу, слепленную из глины. А вышивать это все-таки как-то более девичья работа. Поэтому некоторые мальчики вышивать, конечно, стесняются. Ну, в том числе и мой сын, конечно. Полимерная глина – уникальный материал, легкий и нетоксичный. С ней интересно и полезно работать как взрослому, так и ребенку. Лепка вырабатывает пространственное мышление, способствует объемному восприятию предметов, а также отлично развивает воображение и творческие способности. Вот два вида полимерной глины. Одна – зефирка. Вторая – холодный фарфор. Отличаются они тем, что зефирка чем-то напоминает пастилоте. Тянется легко, мягко, а холодный фарфор похож на тугое тесто. Достаточно твердое и тянется не так просто, как зефирка. Из так называемой глины зефирки больше изготавливают декоративные изделия. А вот холодный фарфор идеально подходит для создания цветов. Они ничем не отличаются от настоящих растений, уж очень реалистичные. Вот, например, осенняя композиция из рябиновых веток и подсолнухов. Это полимерная глина, так называемая зефирка, ну плюс холодный фарфор, например, листики и сами ягоды сделаны из холодного фарфора. Сделана эта работа детская, заняла первое место на конкурсе. Так, девочке на тот момент было 10 лет. Здесь, я думаю, вот в этом углу, в принципе, рай для любого ребенка. Не только для ребенка, но и для взрослых. Так как со взрослыми мы лепим более сложные композиции из холодного фарфора. Из холодного фарфора. Чем он хорош? Тем, что из него можно слепить более реалистичные цветы. Например, один из букетов, который мы сейчас начали лепить со взрослыми, со взрослой группой. Начинаем мы работать обычно от легкого и переходим постепенно к сложному. В данный момент мы начали работать с ягод и листиков черники. Вот у нас черничка, ягоды и листики. Сейчас этим ремеслом Эльвира делится со всеми желающими. Для игрушек сама готовит выкройку, композиции из полимерной глины мастерит с натуры. Для творчества, говорит, есть все условия. Мастерскую в собственном доме смастерили папа и супруг. В общем-то, благодаря, наверное, своей семье, маме, папе, супругу, сыновьям, я в итоге пришла ко всему к этому. Теперь я работаю прямо в своей мастерской дома. Ко мне приходят абсолютно разного возраста, разного социального положения люди. И мы работаем в такой вот домашней творческой обстановке. Научиться можно всему, если находишься все время в пути, сказал философ Эрих Ремарк. Думаю, что в этом деле главное не лениться. А свое ремесло – это история о культурном богатстве нашего края. Это история о людях, которые не только сохраняют, но и развивают свое мастерство. Это была программа «Свое ремесло». До свидания.